Отдыхай и зарабатывай! Тема нашего сегодняшнего видео. И вы, наверное, сейчас думаете, а разве такое возможно? Возможно! И в этом видео мы разберемся с вами как. Поэтому, если вам интересна и актуальна эта тема, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и погнали! Итак, начнем с нашего главного вопроса. Как же возможно отдыхать и зарабатывать? А возможно это благодаря пассивному доходу. И самые очевидные способы пассивного дохода, которые приходят на ум, это инвестиции. Инвестиции в недвижимость, в металлы, в предметы искусства или инвестиции в акции. И если первые три способа инвестиций достаточно много требуют вложений, то инвестиции в акции можно начинать с очень маленьких сумм, к примеру, с 50 или 100 долларов. Сейчас акции компании Ford стоят 12 долларов. То есть можно приобрести акцию, если у вас в кармане есть всего ничего 12 долларов. Либо компания Pfizer, известная компания здравоохранения, которая производит различные препараты, в том числе разработала одну из первых вакцин от ковид. Акции этой компании стоят сейчас 27 долларов. Компания Intel, это IT-компания, которая производит процессоры, 45 долларов. Компания Shell, 65 долларов. Я думаю, все знают заправки Shell. Как видите, инвестиции не требуют больших затрат. Конечно, если вы хотите зарабатывать на акциях, то просто купить акции каких-то известных компаний, которые сейчас на слуху, в надежде, что они когда-нибудь вырастут, то можно просто слить все деньги, если не делать это с умом. И поэтому, прежде чем начинать покупать какие-то ценные бумаги, я все-таки рекомендую пройти какое-то хотя бы базовое обучение. Я инвестирую давно и уже снимала несколько видео на эту тему. Вы можете найти их на моем канале. Про инвестиции как в Европе, так и в России. В частности, как открыть брокерские счеты, как купить свои первые ценные бумаги, акции, облигации, фонды на акции, облигации и так далее. А совсем недавно я познакомилась с сервисом BitMarket. Это, по сути, платформа помощник в инвестициях. Она разработана таким образом, что даже новичку там все будет понятно. Она помогает проанализировать акции и дает советы по покупке акций, которые выгодно покупать именно в настоящий момент. Главная фишка этой платформы в том, что она помогает собрать сбалансированный портфель из акций, исходя из суммы, которую вы готовы туда вложить. И посоветует вам акции, которые выгодно покупать именно сегодня, именно в настоящий момент, исходя из положения компании, которую она рекомендует покупать. И исходя из общего состояния экономики на данный момент. Также система оповестит, когда акции пора продавать. В общем, интересная такая платформа. Я решила ее протестировать. И мы сделаем это вместе с вами прямо в этом видео. Погнали! Посмотрим, что это за платформа такая BitMarket. И, конечно же, купим акции, которые она порекомендует. Итак, мы находимся сейчас с вами на премиум-версии платформы BitMarket. Доступ, который, повторюсь, сейчас доступен за 1 евро на 1 месяц. И давайте посмотрим, какие функции она нам предоставляет в плане помощи в инвестициях. Ну, во-первых, для новичков, как я говорила, здесь есть вкладка обучения, где все подробненько с самых азов вам объяснят, что такое акции, как собирать портфель, как открыть брокерский счет, как управлять своим брокерским счетом и так далее. Всего здесь доступно 10 уроков подробнейших, которые позволят вам понять, что такое фондовый рынок и как себя на нем вести. Несколько последних уроков посвящены непосредственно самой платформе, ее функционалу, объясняется, как этим пользоваться и как с помощью этого самое главное зарабатывать и сформировать свой пассивный доход. Помимо обучения, здесь можно еще найти топ-акций. Это подборка от аналитиков платформы лучших акций, по их мнению. Здесь доступны топ-акции США, топ-акции Европы и топ-дивидендных акций. На главном экране мы видим какие-то основные показатели, на какой бирже эти акции продаются, рейтинг платформы. Если рейтинг, кстати, больше 90, то значит акцию следует сейчас покупать. Это я вам по секрету скажу, если рейтинг здесь меньше 80, то акцию нужно продавать. Здесь также доступны показатели, такие как ПНЕ, ПНС и так далее. Если вы хотите поподробнее узнать про этой акции, просто можно в нее углубиться. Здесь сразу же вы увидите график, краткое описание компании, чем она занимается. И дальше анализ этой акции, рыночные все показатели по выручке, по прибыли, по дивидендам, данные по отчетности. Если вы уже давно инвестируете, все эти данные вам пригодятся. Кроме этого, вы можете здесь посмотреть аналитику по какой-то конкретной интересующей вас акции. Для этого можно зайти во вкладку аналитика и вбить интересующую вас акцию вручную. К примеру, посмотрим Amazon. Находим в поиске Amazon и тоже попадаем на углубленную информацию об этой компании. Здесь также мы видим график, также описание компании и анализ. То же самое, что я вам сейчас показывала на примере предыдущей компании. Только это мы нашли вручную во вкладке аналитика. И самая главная фишка этого сервиса, это автоматическое формирование портфеля, про которую я вам говорила в самом начале. Для того, чтобы автоматически сформировать портфель на какую-то определенную сумму. Например, хотите вы начать инвестиции со 100 долларов, платформа вам в этом поможет. И подберет вам акции безопасные, которые, по мнению аналитиков платформы, именно сейчас стоит покупать. Для этого мы заходим во вкладку BitGuru и нажимаем добавить BitGuru. Попадаем на создание портфеля. И здесь есть некие рекомендации, некие объяснения, справка, как работать с этой вкладкой. Выбираем свой профиль, начинающий или основной, рынок США и стартовая сумма. Мы выберем с вами 100 долларов. И вот что он нам предлагает. На 100 долларов он собрал нам портфель из двух акций. Если мы зайдем также, посмотрим, что за компанию он нам предложил, мы просто можем нажать на нее. И здесь опять же выйдет полное описание компании и полный ее анализ. В данном случае он нам предложил компанию, которая занимается обувью. И вторая компания, это компания здравоохранения, не цикличный сектор. Как видите, портфель на 100 долларов получился более-менее сбалансированным. Он нам предложил две абсолютно разные компании из разных областей, которые сейчас стоит покупать. Если нас устраивает такое расположение вещей, а я думаю, что аналитикам стоит доверять, то мы можем купить эти акции через своего брокера. Я в данном случае буду покупать акции на свой действующий брокерский счет в BeGiro. Кстати, у меня есть видео про то, как открыть там брокерский счет. Если вы живете в Европе и у вас есть европейский вид на жительство, то вы тоже можете открыть счет в этом брокере. Ссылку на открытие счета я также оставлю под этим видео. А я приступаю к покупке акций, которые мне порекомендовал BitGuru. Брокерский счет у меня открыт в евро. Акции, стоимость акций рассчитывается в долларах. И когда я буду их покупать, у меня просто автоматически валюта конвертируется. Брокер все сделает за меня. В конечном итоге на моем брокерском счете все суммы будут отображаться в евро. Итак, я покупаю эти две акции, которые мне рекомендовали аналитики. Все. Теперь они у меня в портфеле. И если мы зайдем на вкладку «Мой портфель в BitGuru», мы увидим полное состояние моего портфеля на сегодняшний момент после покупки. Так как я только что купила эти акции, только что сформировала свой портфель в BitGuru, здесь не особо внушительные цифры. Но мы можем уже провести кое-какую аналитику и посмотреть вообще, что происходит. Здесь отображается рыночная стоимость моего портфеля 71,5 доллар. Всего у меня куплено две акции, которые мы сейчас только что купили через моего брокера. И также отображается дневной доход, который я уже заработала. Сумма, на которую уже успели подрасти мои акции. Ну и сигнал от аналитиков, что портфель у меня сформирован очень безопасно. Если мы нажмем на стрелочку, он вам раскроет ваш список акций, которые у вас сейчас находятся в портфеле. Прибыль, которую мы сейчас можем с вами заработать, если прямо сейчас продадим акции. Но мы этого делать не будем. Мы подождем. Мы все-таки долгосрочные инвесторы. И платформа BitMarket также рассчитана на долгосрочные инвестиции. Поэтому стоит подождать несколько месяцев хотя бы. Посмотреть, что будет происходить. И когда здесь будут уже более внушительные суммы, тогда уже продавать. И платформа вам подскажет, когда лучше это делать. Сейчас, как мы видим, рейтинг у этих акций 95 и 90. Это значит, что акции стоит либо покупать, либо держать, если они у вас уже куплены. И если же здесь будет отображаться 80 и ниже, тогда акции лучше продать. Потому что компания, по мнению аналитиков, переживает не самые лучшие времена. Итак, акции я купила в середине декабря 2023 года. Уже прошло чуть больше двух недель. Я хоть и долгосрочный инвестор, но мне все-таки было интересно понаблюдать за тем, как меняется мой портфель. И сейчас я делаю скриншоты. Сейчас я вам покажу их на экране. К примеру, я заходила в личный кабинет своего брокера 26 декабря. И тогда эти две акции показывали в совокупности рост на 5,8%. То есть они были в плюсе на 3,8 евро. Что неплохо, я считаю, для европейского рынка. 5,8% это достаточно большая доходность всего лишь за две недели. 29 декабря я также зашла в свой личный кабинет. Акции немножечко колебались. И к 29 числу они чуть-чуть подупали, что хочу заметить нормально для фондового рынка. Акции постоянно меняются в цене. Собственно, на этом и зарабатывают трейдеры. Но я не трейдер, я долгосрочный инвестор. Поэтому предпочитаю инвестировать с расчетом на хотя бы полгода-год. Собственно, тогда и имеет смысл смотреть на свой портфель. Но так как мы с вами тестируем сервис, то я пристально наблюдаю за ним практически каждую неделю. Так вот, 29 числа рост моих акций был на 3,8%. Что составляло, если считать в евро, то 2,5 евро. Сегодня на календаре у нас 5 января. И я готова прямо сейчас зайти в свой личный кабинет. Посмотреть, что происходит с акциями, которые я купила благодаря платформе. Итак, я захожу в свой личный кабинет. И вижу, что за сегодня акции еще немножко подупали. И сейчас только одна компания показывает плюс за сегодня. Вторая ушла в минус. Но, кстати, в этом и кроется секрет сбалансированного портфеля. Когда вы покупаете не какую-то одну компанию, не в одну компанию. Вкладываете свои деньги. А делите все свои средства по разным ячейкам. Покупаете разные акции разных компаний. Но так вы страхуете свои риски. И если какая-то одна компания показывает минус, то другая компания может показывать плюс. Как мы видим на этом примере сейчас. Но, еще раз говорю, я инвестирую. Я не трейдер. Я инвестирую не на 2 недели. Я инвестирую на долгосрок. И платформа BitMarket тоже заточена именно под тех инвесторов, которые инвестируют на долгосрок. И в долгосрочной перспективе американский рынок, он всегда растет. Сейчас я вам покажу график. Сейчас вы видите его на экране. О том, что рынок хоть и колеблется, но в долгосрочной перспективе он все-таки растет. Поэтому, как я уже сказала, имеет смысл зайти хотя бы через полгодика посмотреть, что с этими акциями. Ну и, конечно же, недостаточно просто купить один раз. Нужно постоянно докупать акции, постоянно расширять свой портфель, докупать еще какие-то компании, докладывать деньги. И тогда вы сможете увидеть уже какую-то приятную сумму на своем счету. Например, я выработала для себя такую стратегию, что я раз в месяц ношу какие-то деньги на свой брокерский счет и покупаю на них ценные бумаги. И в этот раз я тоже не буду, естественно, отступать от своей стратегии. Для того, чтобы купить еще, докупить своих ценных бумаг и пополнить свой портфель, я нажму в сервисе BitMarket «Инвестировать еще». Здесь введу сумму, которую я еще хочу инвестировать. У меня с прошлого раза еще осталось 30 с чем-то евро. Плюс я хочу донести еще, к примеру, 100 евро. Нажимаю «Инвестировать». И вижу, что мне сервис порекомендовал к покупке еще две компании. Итого, если я их сейчас куплю на своем брокерском счете, то у меня уже будет 4 компании и еще более безопасная, так сказать, позиция. Так как если одна или две из компаний покажут минус, то в конечном итоге портфель, весь целый портфель за счет остальных компаний может вытянуться в плюс. Ну что, ребята, какой вывод можно сделать вообще из всего этого видео, из всего этого тестирования этого сервиса? Я буду продолжать и намеренно тестировать его минимум полгода. И обязательно постараюсь снять вам об этом видео спустя какое-то время, чтобы показать, как чувствует себя мой брокерский счет и сколько мне удалось заработать с помощью сервиса. Сервис классный, инструмент классный, особенно если вам не хочется самому копаться и разбираться в фондовом рынке, выбирать и анализировать акции. Здесь сервис все сделает за вас, посоветует вам уже готовые стратегии. Я рекомендую вам также протестировать этот сервис, тем более, что сейчас можно сделать это всего лишь за 1 евро. И у вас будет доступ ко всем премиум функциям этого сервиса, а также к обучению, если вы новичок. Сейчас это стоит всего лишь 1 евро на 1 месяц. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, инвестируете ли вы, будете ли вы тестировать этот сервис вместе со мной. Если тестируете, то делитесь своими результатами в комментах. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!